Проверка по полной лесной спецназ Новосибирской области готовится к пожароопасному сезону. Сегодня на территории Берского аэродрома пожарные десантники отработали спуск из вертолета на условную площадку в лесу. За ходом учений наблюдал Станислав Блинов. Из всей службы лесоохраны у лесного спецназа задачи одни из самых сложных. С зависшего в воздухе вертолета они с оборудованием спускаются в глухую тайгу и могут провести там несколько недель, встав на пути у огненной стихии. В Красноярском крае мы три года подряд работали. Площадок нет, мы спускаемся на лес. Для этого и отрабатываем спуски. В новом сезоне на борьбу с лесными пожарами выйдут больше 500 единиц техники, 700 огнеборцев и 30 пожарных десантников. В их числе Виталий Васильев. В авиапожарную службу пришел в 2004 году, сразу после армии. Адреналина много, интересно просто, в лесу постоянно. В прошлом году Виталий в числе других новосибирских огнеборцев принимал участие в тушении пожаров под Красноярском. Хвойник есть хвойник, он горит, никак берется. Сложно. Ну, мы справляемся всегда. Мы свою задачу знаем, мы с ней справляемся всегда. Соблюдать тех безопасностей самое главное. Слушаться начальству, не лезть никуда не надо. Без команды и все. И будет все нормально. Отработка навыков и взаимодействия продолжается около трех часов без остановки на разной высоте. Пожарные десантники спускаются группами по три человека по одной веревке. Но спусковое устройство каждый выставляет сам под свой вес. Минимальная высота спуска 10 метров, максимальная высота 40 метров. За одну тренировку каждая группа делает примерно по 5-6 спусков. В рамках национального проекта «Экология» по проекту «Сохранение лесов» Новосибирскую авиабазу укрепили новой техникой. Гусеничная техника, тяжелая гусеничная техника. Пожарные машины будут покупаться. Ну и иное оборудование, которое необходимо для комплектации лесопожарных формирований и авиаотделений. В этом году ситуацию планируют отслеживать с земли, воздуха и из космоса. В новосибирских лесах будут работать 40 противопожарных станций и 50 наблюдательных пунктов. Горячий сезон в регионе начнется 20 апреля. Станислав Блинов, Алексей Баженов, Новости ОТС. Станислав Блинов, Новости ОТС.